Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Сегодня у нас четверг, 3 ноября. Время в Чикаго 9.45. Время на восточном побережье 10.45 утра, на западном 7.45 утра. Это Калифорния. Ну, а в Москве в этот час 17.45. И у нас на связи Сергей Мельников, западный шаман, человек, который занимается духовным развитием самого себя и обучает других людей. Мы встречаемся тогда, когда у Сергея есть время. Время занято почти всегда. Ну вот, выдался сегодня такой день сразу после путешествия, в котором очередного путешествия, куда Сергей обычно ездит в Непал-Тибет, в данном случае Кайлас. Сергей, здравствуй. Я рад вас приветствовать. Да, рад видеть тебя на экране моего монитора. Ну, а наши радиослушатели увидят это, когда программа будет обработана, выложена в YouTube, потом попадет в Facebook. Ну, наши координаты это sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, наш Skype. Ну, пару слов. Путешествие на Кайлас, это всегда событие. И было ли какое-то, скажем, различие между этим путешествием, предыдущими путешествиями? Что было интересного? Ну, в общем, немного о твоем путешествии. Я понял. Ну, да, для меня Кайлас всегда знаковое событие. И в этот раз я бы сказал, что все складывалось очень удачно. Хотя поначалу я уже начал было думать, что мы, наверное, не попадем в этом году. Но, тем не менее, ситуация сложилась благоприятно, и в октябре, вот буквально на 20-х числах я вернулся, все складывалось очень удачно. Была замечательная группа, очень хорошая атмосфера. И в итоге, хоть это уже довольно-таки прохладный месяц, тем не менее, погода была замечательной, и это позволило нам пройти, вот, соответственно, все маршруты, которые мы собирались пройти, помедитировать на местах силы. И я бы сказал, как это часто бывает после поездки на Кайлас, меняется мое состояние, и большая часть этих изменений, она труднообъяснима. И один из важных моментов в этой поездке заключается в том, что основное было в помощи людям, чтобы они тоже смогли пройти те маршруты, вот, в Кору вокруг Кайласа, преодолеть всякие там высокие перевалы в том числе. Т.е. я был озабочен не столько своей практикой, сколько тем, чтобы практика получилась у других. Вот. И это, надо сказать, добавляет совершенно другое, какое-то нечто совершенно новое, потому что, так или иначе, в том числе духовный рост, он может быть окрашен неким эгоизмом, что вот я расту, там, я двигаюсь и так далее. То есть даже это побуждение, да, оно не всегда истинное. Вот. И сейчас вот поездка на Кайласа, она научила меня тому, что надо больше уделять внимание людям, то есть помогать. Так же вот Будда, например, да, он, в принципе, мог бы уйти в Нирвану, и это было вполне естественно для его уровня, тем не менее он задержался в этом мире для помощи остальным живым существам. И раньше как-то вот это все выглядело для меня как такое, ну, не совсем реальный мотив, вот, что это, как бы, такие истории пропагандистские, скажем так. Но сейчас вот со временем я начинаю понимать подобные мотивы, вот, а когда внимание уходит с моей, так сказать, персоны высокодуховной, вот, на, как бы, что-то, на некую большую реальность, то есть когда ты действительно начинаешь чувствовать вот этот единый дух во всем, то получается, что помогая другим, ты в том числе приближаешься к этому духу, хотя вроде бы выглядит, что ты как бы удаляешься от своей, там, какой-то позиции. Вот. Но на самом деле это как некое новое раскрытие, и вот последние поездки на Кайлас, они учат именно этому, последние несколько, я бы сказал, и вот это вот, она в том числе к этому относится. И сделан какой-то небольшой шажок, вот, можно сказать, к истинному единству с Высшим Я, и что немаловажно, очень многие участники, они тоже ощутили, там, какие-то изменения, и группа еще, вот, когда мы уже приехали, все разъехались в разные страны, кто-то в Америку, кто-то там еще, кто-то в Европу, кто-то по России разъехались, тем не менее, все равно, все, вот, чат, который был создан, он до сих пор жив, все друг с другом общаются, так что, поездка как-то создала некое единое целое. А было много людей? Было, включая меня, 15 человек. О, ну, довольно большая экспедиция. Ну, да, да. А это люди были подготовлены? Во-первых, надо быть подготовлены, как я понимаю, физически, но и морально? Я бы сказал так, что одно время я тщательно отбирал людей, там, значит, только тех, кого лично знаю, брал с собой, а сейчас мы решили бросить клич, вот, кому надо, пусть придет. Ну, мы оговорили, конечно, что вот это мероприятие совместно с совершенным человеком, есть такая организация, вот, которую создали Дмитрий и Екатерина Лапшинова, вот, то есть, они занимались организационной частью, и мы решили просто бросить клич, что вот, кто хочет, тот пускай едет. И собрались именно те, кто надо. Причем, интересно то, что если вот я бы отбирал, то, может быть, я бы сразу и не разглядел этих людей, потому что там самому старшему участнику было 68 лет, вот, то есть, нельзя сказать, что он прям с виду такой суперподготовленный и так далее, участница, тем не менее, прекрасно она себя показала со всех сторон, вот, так что, можно сказать, дух нас всех собрал, и люди были какие надо. Понятно, это очень интересно. Сергей, ну, мы вернемся к этому целям, и для чего люди едут, и, в частности, для чего не едут на Кайлас. Место очень необычное, мы много раз об этом говорили, и там и необычные происходят какие-то разные явления, и очень тяжело неподготовленному человеку, ну, наверное, все-таки морально, потому что там, ну, вроде бы, как бы, неподготовленных туда просто не пустят, как бы там странно это ни звучало, но нас, кстати, слушает аудитория людей, которые как раз-таки подготовлены, они понимают прекрасно, о чем идет речь. Сергей, у нас осталось, один вопрос остался после предыдущего эфира, и совсем недавно был другой вопрос, задан в Ютьюбе, но он очень обширный, давай мы начнем с первого, он попроще вопрос. То есть человек говорит, ну вот мы беседуем на высшей материи, мы там и так далее, и так далее, а вот как быть физическим телом и конкретная проблема? Импотенция или просто потенция? От чего это может зависеть? Вот вопрос конкретно к тебе почему-то, не знаю почему, я предложил спросить у доктора, хотя причин тут миллион может быть, но тем не менее. Как ты ответишь на этот вопрос? Ну, если в общем виде здоровье и духовное развитие, они связаны, но связь это, я бы не сказал, что она прямая и жесткая, но она существует, и по мере развития, по идее, человек должен становиться здоровее. Но совершенно не обязательно это происходит быстро и мгновенно, то есть это могут пройти многие годы. Что касается конкретно потенции, сложно мне сказать, не будучи, так сказать, профессиональным целителем или врачом рассуждать на этой теме, но я могу слегка коснуться этого, как я понимаю. Во-первых, в современном мире очень много стрессов, и этот стрессовый фактор, постоянное напряжение меняет гормональный фон в организме. Кто-то подвержен этому в большей степени, кто-то в меньшей степени, плюс еще питание и так далее. Все это влияет. И если человек начинает заниматься духовной практикой, то, ну, по крайней мере, медитацией, например, потому что духовная практика – понятие широкое, медитация как остановка мысли, выход за пределы обусловленности, то, в принципе, этот стрессовый фактор, который постоянно напрягает с уровня сознания, он начинает уходить, и, по идее, это может помочь исправить эту проблему. Также говорится о том, я встречался с интересными такими утверждениями, что если человек занимается медитативной практикой, первое, что пробуждается – это жизненная энергия. И это может, в том числе, иметь не очень позитивный оттенок, то есть усиливается агрессия, всякие желания, влечения, в том числе сексуальные, обжорства и так далее. То есть некая энергия, она ищет выхода привычным способом. Так что я бы сказал, что медитация, она усиливает эти потоки, а куда их направить, это уже зависит от потребностей, собственно, самого человека. Он может поправить и здоровье. Но не всегда этот эффект, он возникает в первую очередь, и не от всех причин он помогает. Иногда нужно действительно что-то большее еще дополнительно делать. Понятно. Ну, хорошо, действительно, нецелесообразно, мне кажется, говорить об этих вещах. Еще раз, очень много причин есть, и в том числе физические причины, и отношение к данному вопросу, отношение, ну, речь идет о мужчине, естественно, как он относится к женщинам, мы не знаем этого ничего. То есть, это только общие фразы могут быть. Ну, суррогаты какие-то там, травы и так далее, они могут быть, но, тем не менее, как мне кажется, это очень серьезный, во-первых, психологический, эмоциональный настрой, и отношение именно к этому вопросу, к женщинам и так далее. Потому что тема серьезная, но не в данном контексте, программ, которых мы ведем, в данном случае, дорогой, уважаемый наш человек, который задавал этот вопрос, у нас немножко другая тематика. Ну, вот Сергей, как мог, ответил. Ну, вот вопрос очень серьезный, и он очень обширный. Я не знаю, на самом деле, если отвечать на этот вопрос, то сколько это может занять времени? Я прислал тебе этот вопрос, ты его видишь на экране, да? Но, вот, речь идет вот о чем. То есть, опять же, познание своего собственного я. Ну, ты прочитал, да? Ты ознакомился с этим. Речь идет о практике Романа Махраши, Романа Махраши, и многих других вещей, где, собственно говоря, веды не могут ответить и до сих пор. Точнее, очень много существует в школе. Я немножко в теме. Ну, давай слово тебе, а потом, может быть, я что-то добавлю. Я понял. Да. Ну, вот вопрос, если кратко, в том, что есть практики выделения истинного я или выделения монады, есть практики Романа Махраши, кто я, чем они вообще отличаются и, как бы, вообще, чем стоит заниматься, чем нет. Во-первых, мне сложно сказать, что имеется в виду вот практикой выделения монады, да? То есть, но могу сказать следующее, что как только мы что-то выделили вне себя, это уже не я, да? То есть, все, на что мы можем посмотреть со стороны, это уже не является нашим я. Вот мы можем на тело посмотреть, на свои мысли посмотреть. Вот, поэтому, если чисто по словам судить, вот, выделение монады, когда мы, вот, я выделяю свою монаду, то, по сути, это, как бы, не совсем я. Вот, получается. А есть вопрошение, кто я, да? Когда мы, ну, как сказать, не пытаемся посмотреть на себя со стороны и что-то выделить, но мы, как сказать, снимаем вот эти вот оболочки. И можно сказать, что вот этот процесс погружения своей истинной я, это бесконечность, да? Нельзя сказать, что вот теперь я познал эта окончательная точка. То есть, для меня, вот этот процесс познания истинного я, это погружение вот в некую все большую пустоту, в сторону от чувств, мыслей, ощущений, вот, пратьяхара, да, в йоге освобождение от влияния органов чувств. Вот этот путь для меня, я чувствую, что в этом есть истина. Вот, что касается различных других техник, они могут называться другими словами, но вести к тому же, но это надо знать их детально, что там имеется в виду. Ну, вот, если кратко, в общем-то, максимально сжато и упрощенно. Ну, можно немножко и развернуто, речь идет об Адвайта Веданта, и опять же существует, то есть, Адвайта Веданта все есть брахман, но дело в том, что... А, это же второй вопрос. Это второй вопрос, тут несколько, ну, давай, вот, попробуй на этот вопрос ответить. Значит, ага, я понял. Теперь второй вопрос. В Адвайте говорится, что все есть брахман, и нужно только пробудиться, для того, чтобы его осознать, а магия говорит о том, что нужно постоянно прикладывать усилия, проходить касты, там, уплотнять ментальные тела и так далее, что есть истина, опять же. Я бы сказал следующее, что пробудиться для брахмана не так уж просто, вот, поэтому нельзя сказать, что это без усилий происходит. Это и есть процесс практики. Главное здесь вектор, вот. Ну, можно провести следующую аналогию, что сон, он тоже бывает разный. Вот, есть сон глубокий без сновидений, есть сон со сновидениями, есть там какие-то еще фазы всякие странные. Вот, то есть, можно сказать, что процесс пробуждения это не одномоментно, то есть, человек сначала немножко пробуждается, потом еще чуть-чуть и так далее. Если говорить именно о процессе пробуждения, да, то есть, это тоже не разово и без усилий. Это все связано с определенной практикой и так далее. Что касается магии, прохождении каст и так далее, я бы сказал, возможно, это просто другая система координат, которая описывает тот же путь. То есть, тут все в нюансах, как сказать, от нюансов многое зависит, от намерения, с которым человек идет. То есть, одно дело, когда ты посвящаешь все свои действия Богу, как вот один из принципов Ниямы, Ишвара, Пранитхана. Или другое дело, когда ты хочешь там стать самым крутым магом, с самым плотным менталом. И как бы, как в сказке русской, чтобы золотая рыбка была у тебя на посылках. Как бы, самые там высшие силы, чтобы тебе служили. Вот это, по сути, главная разница. Потому что можно и медитацию, там, остановки мыслей, и пробуждение ради Брахмана, там, все равно с неправильной мотивацией практиковать. Здесь вопрос именно мотивации. На эту тему мне понравился, значит, один такой степ легкий в сети, что нарисован монах, и его мысли, как бы, что он медитирует, что мое эго растворяется, я чувствую, что дзен самый быстрый пруть, скоро я стану самым продвинутым в этом монастыре. Вот, то есть, смотреть, что человек хочет. Если мотивация правильная, все техники, которые он будет использовать, будут идти к ее реализации. Если неправильно, то точно так же. Вот, то есть, еще вот даусская мудрость тоже мне нравится, что если хороший человек проповедует ложное учение, оно становится истинным. Если плохой человек проповедует истинное учение, оно становится ложным. Вот, то есть, даже слова Будды, произнесенные с неправильной мотивацией, исследования им, они могут вовсе не вести к нирване. Вот, поэтому, я думаю, главное разобраться со своей истинной мотивацией, это первично, действительно ли ты готов соединиться с истоком своим, вот, тем или иным способом, или ты, как бы, ищешь чего-то другого. Вот, а человек всегда получает то, что он хочет. Примерно так. Ну, как быть с тем, скажем, опять же, мы говорим о Брахмане, но существует еще и Бхагаван, то есть, существует школа Майевади, это безличный Браман, то есть, это не персональный эффект, имперсоналит, а в то же время, есть и персональный эффект, то есть, это личность. Нету здесь противоречий, с твоей точки зрения? Что касается подобных глубинных вещей, на мой взгляд, тут сложно применить человеческую логику, в том числе, закон исключенного третьего, да, либо я, либо не я, да, вот закон исключенного третьего, но, в принципе, я полагаю, эти вещи могут быть и, может быть, и включенный третий, и я, и не я, то есть, некая безличная личность, когда безличный Брахман, да, тем не менее, обладает личностью, но это довольно сложно объяснить, хотя, вот, единственная аналогия, которая, вот, мне пришла в голову в свое время, и которую я обычно всем рассказываю, вот, как это личное и безличное, как они связаны, что, вот, если представить, вот, есть кусок сахара, кусок соли и стакан воды, три совершенно индивидуальных субстанции, если бросить сахар с солью в воду, они растворятся, будет единая субстанция, но, в то же время, из этого раствора можно выпарить, там, из соли сахар, и они, там, конденсируются, чем ближе человека, вот, к духу подходит, тем в большей степени это напоминает, вот, такой вот раствор, когда вроде бы все едино, но, в то же время, там есть отдельные, так сказать, индивидуальности, и одно другому не мешает, то есть, то, что сахар с солью отсутствуют, как куски, они, тем не менее, существуют, вот, также, я думаю, и с личным, и безличным, вот, этим, вот, духом, вот, то есть, в физическом мире, мы видим вот эти вот куски, как бы, да, индивидуальности, на более тонком уровне, может быть, и не видно вот такой отдельности, но, тем не менее, существует некое вот, бесконечное число тонких самосознаний, так, я думаю. Ну, понятно, то есть, по сути дела, ну, опять же, есть этапы продвижения, есть выбор, который человек ставит перед собой, самое главное, стать на путь этого познания, что брать и какая школа лучше, это неблагодарное дело, найдутся сторонники и той, и другой школы, и того, и другой методики, главное, что человек, который стал на это, на путь на этот, он ушел от такого понятия, доказывать всем, что это самое лучшее, это самое главное, вот, если ему эта практика позволяет, так сказать, лучше ориентироваться в окружающей мере с самим собой и с, скажем там, с высокими материями, ну, это тогда уже показатель того, что это правильный путь. Ну, хорошо, давай тогда перейдем к третьему вопросу, перерождение, череда перерождения. Ну, полагаю, так, опять же, аудитория у нас подготовленная, все понимают, о чем идет речь, мы буквально сегодня провели одну программу по поводу реинкарнации, в ведах это написано, даже вопросов никаких нету по этому поводу, а вот череда перерождений, там есть один, одна, в ведах я имею ввиду, Махабхарата, и одна, скажем, часть, глава Махабхарата, которая называется «Багавадгита», которую, естественно, и ты читал, и многие читали, где Арджуна задает вопрос, на поле битвы к Урукшетру, он задает вопрос Кришне, скажи, вот ты помнишь все свои жизни, а я вот не помню, как это так? И он отвечает, почему он может помнить, а мы, простые смертные, какие бы мы ни были реализованными личностями, как Арджуна был, не можем этого помнить, вот как ты ответишь на этот вопрос, и вот сама идентификация написана о себе, как отдельного осознающего, и слиться с абсолютным вселенной и творцом, или человеку придется пройти через все этапы бесконечной игры, если этому конец, да. Я бы сказал так, во-первых, про инкарнацию, она существует, то есть действительно, я это понял, когда вспомнил какие-то там отрывки, для меня это несомненно, и я думаю, для тех, кто продвигается в духовной практике, со временем это тоже так становится, другое дело, что касается, есть ли этому конец, я бы сказал так, что конец ищет конечный ум, да, то есть для сознания другого типа нет никакого ни начала, ни конца, но, так сказать, в нашем мире все, что имеет начало, имеет и завершение, да, то есть так, что можно сказать, что да, по-любому процесс воплощения, раз он когда-то начался, значит, что он когда-то закончится, но с другой стороны, процесс вот этих видоизменений, я не думаю, что у него есть начало и конец, в понятном человеческому смысле, но можно выйти за пределы определенной иллюзии, которая, можно сказать, делает нас заложниками неосознанного раскачивания от жизни к смерти и наоборот, да, можно, я думаю, достичь освобождения от сансары, но я не думаю, что это конец, я думаю, что это начало, и само состояние, в котором человек ищет конца, наступит ли в конце концов на конец-конец, как бы это все, я бы сказал, атрибут смертного ума, который умрет вместе с ним, вот эта вот вся идея, что ты стичь какого-то конца, как я понимаю, и как я вот ощущаю, касаясь духа, там просто другие состояния, вот, и когда ты действительно, как сказать, перестанешь искать конец, вот тогда он и наступит, вот, то есть, тогда действительно возникнет некое освобождение, как другое состояние сознания, так же, как вот маленький ребенок, в шесть лет он думает, когда я стану взрослым, когда она станет конец этим издевательствам, воспитанию, садику, там, вот, я хочу стать взрослым, пойти работать, но когда он становится взрослым, он уже совершенно по-другому смотрит на свое детство, так же и человек, когда он осознает свой дух, он совершенно по-другому смотрит, в том числе и на рождение, вот, и на существование в этом мире, то есть, возникает некая особая ценность, некий шанс, да, вот, так что я думаю, да, можно освободиться, но когда человек действительно близок к этому, у него уже нет такого прям желания, просто происходит нечто совершенно другое. Ну, на первых порах, ведь самое главное, это наше желание, наше стремление, это то, чему как раз учил Будда, то, с чего ты и начал, то есть, практики, скажем, випассаны, в частности, они дают возможность понять человеку, что ему не надо ни к чему стремиться. Ну, я несколько раз посещал, во всяком случае, так этому учат. Так вот, Будда действительно, почти 40 лет, оставался в этом мире, для того, чтобы обучать людей, хотя сам он уже был реализованный, мог действительно, то есть, ему уже цели, то есть, вначале была цель, уйти, там, допустим, стать инлайн, просветленным, но когда он подошел к этой цели, когда он им стал, изменились, многие вещи изменились, в его понимании, и теперь у него появилась миссия, в то время появилась миссия, все-таки, привлечь людей, к этим практикам, и дать возможность, им тоже получить, то есть, я сам, весь из себя такой, продвинутый, я умею какие-то вещи делать, хорошо, да, я могу это сделать, но у кого-то есть и другие миссии, в частности, обучать другого человека, ну, что, в общем-то, ты и делаешь, и вот то, что ты сегодня, сказали, в начале программы озвучил, когда, ну, действительно, ответственность за тех людей, кому, ты уже предложил в этом, скажем так, участвовать в этом проекте, это уже, действительно, так, я бы сказал, так делает честь, но, да, на пути продвижения к своему, познанию самого себя, не в плане того, это, так сказать, не одобрение, не порицание, но это именно, к этому мы должны стремиться, имеется в виду, вот, очень простая концепция, тело есть тело, но ведь душа есть душа, другого, нету материального, скажем, понятия, и таких, вот, я хочу там, вот этого, я хочу этого, нету, есть только любовь, и больше ничего нету, у души, мы, кстати, сегодня беседовали в начале программы, и вот, мой собеседник, он говорил о том, что исследования, там, ученых показали, сколько весит душа, речь идет об, понятно, реинкарнирование, вот, лежит человек, его замерили, как всегда, там, 21 грамм, там, где-то он говорит, а я у него задаю вопрос, скажи, пожалуйста, как можно нематериально измерить материальными методами, вот, как ты ответишь на этот вопрос, можно ли, и действительно, есть ли место быть, вот, тем научным исследованиям, которые, ну, измеряют вес, или вообще, что такое душа? Вопрос, конечно, интересный, я бы сказал так, можно, наверное, косвенно померить, то, как душа действует на тело, да, вот, как, грубо говоря, если человека, скажем так, поджечь, да, можно измерить, как меняется его вес, но это не меряет огонь, да, то есть, это то, как огонь, грубо говоря, съедает бревно, какое-нибудь, да, ну, также, можно, наверное, сказать, что, когда душа уходит, меняется что-то в теле, вот, меняется плотность тканей, там, или что-то, но я не думаю, что это прямое измерение души, чтобы измерить душу, нужны приборы, которые, как сказать, на уровне души существуют, вот, то есть, не в физическом мире, хотя, бог узнает, как вот, много неизвестного мне самому в этой душе, вот, но я думаю, что есть вот то, как она действует, а есть она сама, вот, ее саму вряд ли можно померить, но можно измерить какие-то действия, которые она оказывает на тело. Хорошо, вот, скажи тогда, пожалуйста, ты, твои мотивации, скажем, вот, ты обучаешь, ты ездишь сам, это желание чего? Это желание души, это желание тела, это твои мысли, что движет, ну, тобой, вообще, человеком, и что движет, в данном случае, тобой? Я бы сказал так, первый импульс этого движения, я почувствовал, как жуткую депрессию, полную утрату смысла, какого-либо жить, причем было это без каких-либо внешних причин, то есть, то, что... Это было давно? Да. Это то, к чему тебя это сподвигло, и начало твоего пути, правильно? Да, 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 именно так, то есть, это была не цель какая-то, из того, что мне было известно, а то, что все известные цели потеряли вдруг смысл, хотя тогда я уже интересовался какой-то мистикой, но вот раз, и вот полное, что называется, обнуление, и вот из-за пределов, грубо говоря, смысла, появилось нечто, что потом начало меня вести, что это такое? На каждом из этапов своего развития я объяснял это по-разному, этапов было много, это был не единственный кризис, так сказать, утраты смысла, но остается вот эта вот некая ведущая нить, которая ведет из-за пределов представлений, и с одной стороны, у меня есть прямое ощущение, что это такое, я это чувствую, вот я на пути или нет, с другой стороны, у меня нет полной картины, что это такое, но в то же время есть доверие, вот, то есть это что-то большее, чем мой ум, и как только ум, он сформировывает какую-то очередную картину, вот, например, 18 лет, я понял, что да, магия существует, и вот надо там, значит, чуть-чуть вот здесь, вот здесь поработать, и свобода, все, вот она, значит, за углом, но потом эта картина резко поменялась, вот, потом она менялась еще раз, и сейчас в итоге я воспринимаю это, как описывает Патанджаря, то есть пытаюсь понять, по крайней мере, и мои попытки, они все больше резонируют, например, вот с этими древними источниками, в частности, йога с утра, вот, но я не знаю, какая картина будет завтра, но в то же время я знаю, есть у меня вот какое-то внутреннее распознавание, что я в целом иду в нужном направлении, иногда это распознавание, оно замыливается какими-то моими иллюзиями, чувствами, там еще что-то, вот, но в целом меня ведет именно вот это ощущение, оно главное, потому что, ну, на почве вот этих, в том числе, кризисов, я уже понял, что то, что мое понимание, оно никогда не является окончательным, никогда не является полным, но оно может быть использовано как инструмент, вот на конкретном отрезке, вот, когда этот отрезок заканчивается, заканчивается и то понимание, которое было для него необходимо. Ну, это еще раз говорю, было тогда, сейчас у тебя другое понимание, то есть мы все проходим этапы нашей жизни, какие-то этапы взросления и становления, ну, а вот те люди, которые только начали, встали на путь, ну, познания, вот из тех людей, допустим, вот было, ты говоришь, вместе с тобой было 15 человек, ну, все вот эти 14 человек, они имели разную степень подготовки, допустим, вот, что ты видел до, после того, вы же наверняка тогда общались, сейчас общаетесь, что изменилось, и было ли это путешествие на кола с какой-то поворотной точкой, или все-таки это было просто любопытство, узнать, как и что это происходит, как ты ощущаешь это? я ощущаю, что люди подобрались как раз с правильной мотивацией в целом, и в соответствии с их процессами каждый прошел какие-то свои там этапы, и сейчас общаясь, я чувствую разницу, да, разница есть, не могу сказать, что прям вот приехали не на кола с одними, уехали вообще совсем другими, нет, я бы так не сказал, но изменения есть, и в принципе, что вот с точки зрения внешнего физического наблюдателя, ну, в общем-то, ничего особенного, приехали люди, походили там по горам, да, уехали, вот, но с другой стороны, если правильная мотивация, то тогда получается, что идет не только внешнее путешествие, но и, можно сказать, внутреннее, в этом, как я понимаю, смысл паломничества к святым местам, то есть перемещая свое физическое тело в физическом мире, одновременно ты перемещаешь свое сознание из одного состояния в другое, то есть священный тур, он как, ну, паломничество как бы отличается, как раз не поиском впечатлений, а вот именно поиском большего единства с истоком в той или иной форме, вот, и в этом плане люди как раз именно за этим и приехали, поскольку изначально это было и заявлено как цель, что это не туристическая поездка, это именно, можно сказать, въездной ретрит, можно так сказать, и... так что я вижу, что все произошло правильно, у меня вот буквально ни к одному из участников нету никаких, по сути, нареканий, вот, в общем, эта группа была такая, физики. Хорошо, это твое впечатление, твое видение, а что изменилось у этих людей? И могли ли они, и нужно ли ехать туда без какой-то предварительной подготовки, имеется в виду своего сознания, физического тела, понятно, там непросто, хотя, может, и не так сложно, как сюда-то там, Эверест и так далее, но тем не менее. Я бы сказал, что это, наверное, очень личное, то, что с ними происходит, может, они не хотели бы этим делиться, поэтому мне, как сказать, я не рискну описывать детально, что там с ними происходило, но в целом, я бы сказал так, что многие чувствовали вот изменение энергетики, то есть, жар, холод по телу, уже после поездки, какие-то новые осознания, откровения, вот, потому что многие из них уже обладают некоторой чувствительностью к тонким планам, они ощущали изменения вот на неких более тонких уровнях, которые в той или иной форме проявлялись в жизни. Ну, на самом деле, я как раз задавая этот вопрос, это я имел в виду, я не имел в виду какие-то личные аспекты, что у них там поменялось, а именно с точки зрения своего личного образования, духовное, в первую очередь, ну, хорошо, а, допустим, для тех людей, которые хотели бы в следующий раз, возможно, поехать, те, кто нас слушают, а то, она слушает много, так что в следующий раз, я не знаю, размеры, размеры, они тоже ограниченные, количество там, людей, вот, что надо было бы, как надо подготовиться к этому? Ну, я бы сказал, если брать физический уровень, самый простой вариант, это паранояма, плюс, какие-то физические практики, одна из самых лучших, это бег, она доступна всем, если человек может, грубо говоря, бежать полчаса, и за эти полчаса пробежать, там, километров пять, то он 100% готов, в общем-то, физически, что касается внутренней готовности, более тонких уровней, во-первых, это мотивация, то есть, нужно четко и ясно осознавать, зачем ты туда идешь, то есть, одно дело, когда ты хочешь что-то кому-то или себе доказать, или там, не знаю, получить какие-то экстраординарные возможности, или экстраординарный опыт, и другое дело, когда ты действительно хочешь отправиться во внутреннее путешествие, приблизиться к духу, то есть, это как служение своего рода, как жертвоприношение, можно сказать, и что ты, как сказать, ты скорее отдаешь себя духу, чем через это пытаешься от духа, там, или от Бога что-то поиметь, как говорят, на Востоке есть прища такая, что к одному гуру пришел человек и говорит, вот я слышал, что ты вот великий гуру, демонстрируешь всякие чудеса, он говорит, ну, смотря что назвать чудесами, вот у вас считается, что чудо, это когда Бог исполняет желание человека, а у нас, когда человек исполняет желание Бога, то есть, мотивация, это то, что позволяет энергии идти через психику либо с искажениями, либо прямо, и если она идет прямо, то человек не встречает препятствий по обстоятельствам, то есть, есть физические препятствия по здоровью, когда просто тяжело, а есть обстоятельства, когда там ситуация не позволяет, и такие обстоятельства очень многих остановили, на самом деле, прежде чем возникла вот эта группа, там 17 человек, еще человек 40 хотели поехать, но не смогли, вот, по разным причинам, кого-то там бизнес посыпался, это именно то, о чем, наверное, я и говорил, что есть какие-то причины, неважно, они объективны для тех людей, но они совершенно субъективны для самого, для самого такого путешествия, то есть, создаются такие обстоятельства, что туда не пускают, таких мест много на земле, ну, вот, Кайлас, одно из таких мест, если говорить про Индию, есть место такое, святое, город Вриндаван, туда тоже не всех пускают, будем так говорить, а если и пускают, то оттуда их, быстро они оттуда уходят, по каким-то причинам, то ли им просто отвратительно, все, что там происходит, то ли что-то еще происходит такое, они уже, ну, посетив один раз, они уже больше туда не едут, это, это, это правда, да, то есть, особой такой подготовки, как бы не надо, но про Наяма надо. Я бы сказал так, то есть, вот подготовка тела, подготовка сознания, это прежде всего мотивация, и, ну, и желательно, конечно, навык медитации, если ты идешь туда медитировать, значит, медитировать ты как-то уже должен уметь, вот, ну, в общем-то, и все, а дальше как пойдет, то есть, всегда непредсказуемо, потому что бывают люди подготовленные, там, и с медитациями работают, и на Вейпасан не были, и физическая подготовка хорошая, но что-то с ним приключается, то есть, никогда непредсказуемо. Понятно. Хорошо, ну, ладно, тогда у нас программа уже подходит к концу, скоро будет у нас следующая программа, Сергей, какие следующие этапы вот твоего пути, куда ты едешь, куда ты не едешь, сколько времени ты будешь находиться там, где ты есть сейчас, дом построен или нет? Ну, дом пока строится, все, как говорится, не так быстро в материи движется, как в сознании, вот, или как по-русски, да, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Что касается поездок, вот, впервые для разнообразия решили мы съездить на Бали совместно с Дмитрием Лапшиновым провести там семинар, вот, это, как сказать, обычно мы в всякие суровые места едем, в горы, в снег, а тут вот на Бали для разнообразия первый раз попробуем. Это, да, это, вообще-то говоря, буддийский, буддийский остров, будем так говорить, я был там совсем недавно, в прошлом году я там был, очень интересно, очень интересно, там есть места определенные, где, конечно, надо было бы находиться, но достаточно комфортно. Когда поездка намечается? Вот, с 30 декабря по, по-моему, 9 января, там у нас будет программа, семинар там плюс, ну, так, то есть, это не будет суровый ретрит там, вот, а это будет так, в непринужденном виде практики, там, посещение святых мест, и так далее. Ну, хорошо, удачи, а вот это время до Нового года, по сути, это, это уже, скажем, на месте, никаких поездок нету, поездок, ну, 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 да, только проекты, вот, обучающий, ну, вроде как, я не собираюсь никуда ехать, я понял, хорошо, дорогие друзья, друзья, делайте, делиться своими мнениями, и, если хотите поучаствовать в передаче, то, это скайп прямой, в общем-то, скайп, SunGates 1-0-8, это солнечная ворота, на, по-русски, SunGates, на конце буквы S, 1-0-8, туда пишите, кто нас слушает на территории Соединенных Штатов, телефон 847-1847-226-9956, это не обязательно проживать в Соединенных Штатах, сейчас не так дорого позвонить, пожалуйста, можете позвонить по этому телефону, хорошо, и найти нас можно, опять же, на Facebook, SunGates Radio, да, и, кстати, в контактах тоже, меня зовут Майкл Меликов, я руководитель SunGates Center, SunGates Radio, так что там я выставляю, бывают программы, ну, вот, одна из программ, пользующих, большой популярностью, это встреча с Сергеем Мельниковым, это говорит, только лишь о том, что люди стремятся к познанию самого себя, и это здорово и замечательно, ну, а мы помогаем в этом, встречаясь с Сергеем, еще раз, большое спасибо, до свидания, всем здоровья, до новых встреч, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok